И всем привет, меня зовут Ритсу и мы продолжаем играть в трудоголика, который первый день попал на свою новую работу, блин, никому не советую на самом деле, никому не советую, только, блин, наняли нас на работу, уже туда сходи, это принеси, то подай, бла-бла-бла-бла-бла. И так, кстати, надо будет заново идем пройти, прочитать пару диалогов, ну, как бы, освежим нашу память. Итак, теперь, чем заключается моя работа? Как я уже говорил, если ты, правда, хочешь начать работу, ты можешь воспользоваться старым компьютером рядом с тобой. Кто-нибудь распределит твои обязанности, кто-нибудь. Так, ну, быстренько пройдемся по этому. Компик не работает. Надо включить розетку. Как все оказывается, просто. Оказывается, я компьютерный гений какой-то, раз все так просто. Вам понадобится ID-карта, чтобы получить доступ на ID-карта. Так, как тебя зовут? Хьюга, точно. Хьюга, Хьюга и... Соса, эту дамочку зовут, нашу коллегу по офису. Хьюга, извини, что снова беспокоен. Мне нужна ID-карта для компьютера. А, верно. Обычно их управляют в офис начальника. Я проверю, готовлю твоя. Давай, пожалуйста. Будь так любезен. Мне позвонят. Точно. Алло? Мистер Пастанак? Да, это я. Здрасте, я ваш начальник. Хьюга сказал мне, что у вас нет ID-карты. Похоже, что произошла какая-то административная ошибка. Приношу извинения. А, нет, все в порядке. Похоже, что они отправили вашу ID-карту в другой офис. Вы должны пойти в офис D, который находится на том же, что и ваш. Офис D, понятно, спасибо. Окей, вот. Вот тут мы остановились. Ну, пойдем, раз нас отправляют. Что делать? Что поделать? Офис D, ABCD, E. То есть офис D где-то вот с этой стороны. Это туалеты у нас здесь. Там темно, там что-то разбито опять. Блин, как все. Опа, а тут что? Это фотографии сотрудников месяца. На всех них к югу. Ничего себе у нас какой, оказывается, наставник. Наш сенсей. Лучший работник месяца. И, возможно, единственный. Хотя нет. И же еще SOSA, как его можно забыть? Замечательный сотрудник нашей компании. Тут что-то заблокировано у нас. Диван блокирует дверь. Возможно, я смогу взвинуть его с путем. Интересно, почему он его блокирует? Не сдался ли ты с таким вопросом, мистер Пастернак? Брайан. Брайан. Что тут? Кетчуп разлили. Ого, тут слишком темно. Эй. Что-то написано на полу. Это ловушка. Опять ловушки. Это не смешно. Включите свет. Опять ловушки. Куда я попал? В какую игру я попал? Вы своими ловушками порался-то? В другую игру идите. Ой, сейчас меня съест. А, сейчас меня съест компьютер. И вот эта штука меня съест. Ничего не вижу. Ничего не вижу. Ау. Надо, короче, их... Оп. Вот так их байтить. Опа, это кто? Это Хьюго? Ты? Мужик, это ты? Привет, ты знаешь, где выход? Нет, это не Хьюго. Не такой полный. Боже мой, он привязан к стулу. Что здесь происходит? Я пробую тебя развязать. А, давай. Кто дышит так? Ты дышишь так? Должно быть, он привязан сзади. Так я сзади. Вид сзади. Давай, давай, тяни. Не получается. Эй, я пока не уверен, что могу тебе помочь. Но, может быть, мы вместе с нами сможем у тебя выход отсюда? А я могу утолкать, кстати. Забавно. Вот, кстати, помню. Я помню, что тут был привязан на стуле. Но мне казалось, что это был Хьюго, но, видимо, нет. Моя память меня подвела. Я не могу протолкнуть стул через эти провода. Они слишком спутаны, чтобы их подвинуть. Так, ладно. Вентиляция открыта, но на слишком высоко. Нужно помощь, если я хочу туда забраться. Помощь. У него все фонарик, смотрите. Он нам полезен. Так, что я громко, громко, громко сейчас. Что-то громковат немного. Игрушка работает. А, как и тебе? Там провода запутанные. Я не вижу ничего поинтересного. А стул-то не нравится? Ты не сможешь подставить стул, допустим, и вентиляцию залезть. Хотя, я не знаю. А зачем нам вентиляцию вообще идти? Мне эта ситуация не нравится. Мне очень не нравится. Мое новое рабочее место. Может, пожалуйста, мне новый офис. Камера так дергается. Ужас. У меня головокружение сейчас будет. Так, а, ну... Сюда ты не пройдешь, да? А что мне делать-то? Коробку? Это картонная коробка. Выглядит достаточно прочный. Окей. Так, предметы. Я все еще могу туда дотянуться. Стоит, попробовать поставить еще коробок. А, да. Одно тебе мало, блин. Одно тебе мало. Тихо, не мычи. Не мычи, мужик. Только спокойствие. Скорее спокойствие. Прошу тебя. Илья начну паниковать. Прошу вас немного приберечь силы. Вниз, налево. Опа, коробочка. Ай! Я могу уберечь. Я не могу. Не этот. Невозможно. А я умру. Опа. Опа. О-о-о-о. Теперь еще и шкафы двигаются. Ну, замечательно. Да, быстрее, быстрее, быстрее. А, пошли, что там? А, мои глаза. Шоколадный батончик. Не, 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 не. А у меня, кстати, еще и да, есть. Неплохо. Не будем полностью устанавливать. Мало ли там мне постановить потом еще по сюжету, якобы. А нафига мне теперь сюда идти? Так, подожди. Давай-ка скатаем сюда. Надеюсь, ты не против. Надеюсь, вы не против, молодой человек. Хочу скататься вот туда. Поехали. Не бойся, не бойся. Тебя никто не съест. Я тебя точно есть не буду. Подожди. Уйди из дороги. Мужчина. Ты же, как-то много пространства занимаете. Вам не кажется? А я могу пройти здесь просто. А, помоги мне. Кто-то написал кетчупом, опять же. А куда мы плывем? Куда мы катимся? Может, не надо? Может, не надо? А может, нам не надо сюда? А? А может, не надо? Может, мы пойдем... Да я понял. Спокойнее. Я уверен, что где-то здесь позади есть выход. А я не уверен. Лично я не уверен. Так, конечно, беги, написано. Еще коробка. Но я обязан сюда был пройти. Зажмите X. Я... А... И... О-о-о... О-о-о... Шкафчик. Я пошел. Побег, побег. А-а-а. Ничего не вижу. Беги, правильно. Правильно. Словно, последний раз бежишь. Где я? Боже мой. Извини, мужчина. Мужчина, я... Кажется, он за себя. Что это было? Бегом, бегом. Быстрее, быстрее, быстрее. Я должен выбросить сюда, как можно скорее. А-а-а. Без паники. Тихо, спокойно. Я... Коробки, коробки, коробки. Раз коробка. А-а-а. Окей, все. Полезли. Да, убираемся отсюда. Куда убираемся? Куда-нибудь. Главное, убираемся. Главное, убираемся не в офисе, а из офиса. Это важно. Ползли, ползли. Мм. О, мы вернулись обратно. Как и как будто ничего не произошло, правильно? Никому мы об этом рассказывать не будем. О, боже мой. Что это было? Что происходит в этой компании? Тихо. О, Соса. Эй, ты. А-а-а. Не боись. Это всего лишь я заперта. Здесь декоративные картины из сухих веток и семян. Интересно. Сухие ветки и семена, да? Здесь, кстати, надо, наверное, рассматривать всякие ящики. Это листы, ведьма, бумаги, чтобы сохраняться, да? Насколько я понимаю. Надо проверять всякие те самые шкафчики. Очень полезно, видимо. Может, там батончики, бумага будет какая-нибудь. Может, даже туалетная. Ага. Хьюга, ты здесь? Соса. Отзовись. Ты тут? Пожалуйста, надо позвать на помощь. Начальник! Начальник? А? Может, это... Может, не надо к начальнику? А может быть, не надо к начальнику? Я не хочу сохраняться. А что, если я умру? А что, если я сейчас... О-о-о-о. Как тут все запушено? Привет? О-о-о. Хьюга! Так это Хьюга был начальником все это время. А, вот это поворот. Что случилось? Ты будто призрака увидел. Чудовище там в офисе чудовище. Что? Я пошел в офис, да и там был, я не знаю, кошмар. А, по-моему, я понял. То, что принял за монстра, на самом деле паренек, который слегка тронулся умом. Пару дней назад ее заперся в офисе. Нет-нет-нет, то, что там произошло, ненормально. Там был парень, привязан к стулу, и... Десятки сотрудников, свисающихся стен. Вы должны кому-то рассказать об этом? Ну, чувак, я не думаю, что здесь происходит что-то подобное. Клянусь, там были кофейники и мониторы, которые летали по воздуху. Ха-ха-ха, не разыгрывай меня, Пастернак. Кроме того, зачем ты пошел в тот офис? Мы завалили его мебелью, чтобы избежать проблем. Ну, начальник мне позвонил и сказал, что я там найду свою ID-карту. А? Твоя ID-карта лежит прямо здесь на столе. И всегда здесь оставляют. О-о-о. Но, погоди. О-о-о. О-о-о. В офисе разруха. И почему ты сидишь в кресле начальника? О, разве я тебе не говорил? В компании нет начальников. Ни одного во всем здания. Что? Я знаю, звучит странно, но у них всех поехала крыша. Ушли в большинстве случаев. Наш последний начальник закрылся в офисе давным-давно. В этом. Пока один день просто не сбежал. Кто знает почему? Наверное, стресс. Стой, но если нет начальства, кто мне тогда звонил? Полагаю, кто шутник. А-а-а. Шутник, значит, да? Пранкеры. Ох, ты молодежь. Ох, ты пранкеры. Ненавижу пранкеров. Перестань об этом волноваться. Будет лучше, если ты возьмешь свою ID-карту и поначнешь работать. Так, может, скорее? Ой, я сказал работать. Что ж, постарайся не переусердствовать. Ты же не хочешь сойти с ума, как тот монстр. Ха-ха-ха-ха-ха-ха. А-ха-ха-ха-ха. Ну, ладно. ID-карта. Какая-то здоровенная ID-карта была. Или это была какая-то папочка. 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 Телефон. Том тоже мне звонил, а? Ах, Юга. А? А, пора работать. За работу. Я никогда раньше не использовал эти машины. Компьютер ты не использовал никогда? А чем ты занимался-то? Какой сейчас год вообще? Я уже забыл. Ух ты. Ух ты. Сейчас будем Пентагон взламывать. Или Синтранет. Тоже подойдет. Что? Кто это? Это я? Или это ты? Или это мы? Что это за место? Ух ты. Может еще одна ловушка? Нет. Нет, пожалуйста. О-о-о-о-о. Мистер Пастернак. Так, я увидел эти уши круглые. Я подумал, кое-что плохое. Но почему в этих играх вот такие? Еще одно чудовище? Мне надо сбежать из этого кошмара. Что она? Анимация, конечно, прикольная. Прикольно рисовали. Такой пиксельный стиль. Пиксельная рисовка. Катсцена это круто, конечно. Жаль, конечно, что без озвучки, но... Я думал, что были причины, чтобы не добавлять. Так захотел автор. Мистер Пастернак. Синтра. Где я? Что я здесь делал? Какая моя задача? Зачем я сюда был послан? Добро пожаловать в Синтракорп. Вы собираетесь убить меня? Сохраняйте спокойствие, я вас не обижу. Что это такое? Позвольте мне представиться. Меня зовут Синтра. Моя обязанность является рассказать вам о вашей работе. Хорошо, но... Что это за зеленый мир? Пару секунд назад я был в офисе. Во всех это, кстати, вот... Во всех таких подобных играх... Таких, как они называются, не знаю. Ну, вот таких пиксельных, короче, так скажем. Вот у них всех такой какой-то... Оп, одинаковый, похожий друг на друга в вайп. Как молодежь говорит, вайп. Пусть будет так. И вот особенно музыка, вот очень... Похожи друг на друга. Допустим, я играл когда-то в Вальхалу, да? Когда-то играл я. Когда-то было дело. И вот там буквально тоже вот тема такая в меню, что ли, была похожая. И еще, ну, куча разных тем, которые были похожи вот на именно вот эту такую. Мне нравится, мне нравится такая музыка. Очень успокаивающая. Но ее может быть с другой стороны тревожная, на самом деле. Вы подключены к синтранет, к корпоративному интерфейсу. Здесь можете отслеживать свои задания, получать сообщения от коллег и общаться со мной на любые темы. На любые темы? Ух. На какие еще на любые? Уведомление. Вы получили свое первое сообщение. Сходите, что вы можете выбрать и прочитать его. Давай прочитаем, кто мне пишет. Кто мне уже письма пишет? Может, спам какой-то? Добро пожаловать в синтеркорп, мистер Пастернак. Надеюсь, что ваше пребывание здесь будет плодоформным, продуктивным и продолжительным. А в чем наша задача заключается? Можете, пожалуйста, объяснить. Зачем я здесь? Кто эти чудища? Настоящие они или нет? Столько вопросов. Ты послала мне это сообщение, так? Верно. Если вы согласитесь, я приступлю к разъединению ваших обязанностей, соответствующих работе. Пожалуйста. Я во все внимание. Вы подробно изучили ранее подписанный контракт, верно? Да. Подробный. Я настолько подробно ничего еще не изучал в своей жизни. Кроме туалетной... О, туалетной в смысле. Газеты. Ну, вы поняли. К чему я хоть к чему это все клонил? А, ну, если честно, он был таким... Уп! Уп! Мой гемпад упал. Класс. Упс, я прочитал. А, ладно. Короче, он говорит, что... Длинный текст был и... Очень сложно было прочитать. В принципе, могу понять, чего. Не волнуйтесь, я выделю из него важную для вас информацию. В соответствии со заранее установленными нормами юридической доктрины применяем в настоящее время. Резолюция 11037. Извини, не могла бы ты просто объяснить мои обязанности. Да, пожалуйста. Пожалуйста, без лишних слов. Я это все читал, я это ничего не понял, не вдумался. Просто по делу. Кратко и... Содержательным. Конечно, вы должны сфокусироваться и усиливать интеркорп на одной простой задачи. У них тоже существо, прозванное ведьмой. Такой, да, я вирусняк с местный. Что? У них тоже существо, прозванное... Да, я слышал, но... Я должен быть ведьмой, это шутка, верно? Вас наняли в качестве охотника на ведьм. Ага, а чем тогда занимается Хьюга? Чем занимается Соса? Чем занимается мужик, который ходит кругами? Чем занимается мужик на кресле? Чем занимается мужик... Ладно, ладно. Слушай, я не знаю, что творится в этой компании, но не думаю, что хочу на кого-либо охотиться. Ведьма, серьезно? У меня будет там, не знаю, серебряные пули, крест, я не знаю, что там еще используют против ведьм. Сейчас я поясню детали вашей работы. Нет, я не хочу знать, должна быть здесь какая-то ошибка. Тихо-тихо, без паники. Раз мы сюда пришли, уже платят хорошо. Условия нормальные, труда. Зарплата хорошая. Наверное, ну, как не знаю, вроде 10 тысяч кредитов, говорит, в день, в день. Игонка показывает ваше первое здание. Найти молот ведьм. Это мое оружие, видимо. Будущее. Как не отсюда выйти? Пожалуйста, мистер Пастернак, позвольте мне закончить мои объяснения и покажу вам, как выйти. Слушай внимательно. Молодой человек, послушайте, пожалуйста, начальника вашего. Спасибо. Вот это настоящий начальник. В связи с недостатком информации о ведьме, вашим первым зданием будет поиск волнота ведьм. Ковловского трактата, написанного в 15 веке, в котором написывается, как опознать и поймать и уничтожить подобных существ. А, вы даже... Никакое-то, видимо, не оружие. То есть, мы говорим о ведьмах, верно? Ведьмы. Синдеракор получила копию «Молот ведьм», но где находится книга, в данный момент неизвестно. По нашим последним данным, книга должна находиться где-то в библиотеке в компании на седьмом этаже. Рекомендую начать ваши поиски оттуда. Хорошо, ты закончила. Также должна вас проинформировать, что если вы найдете книгу, то мы дадим вам премию в размере 1000 кредитов. О! Эй, Синдера, послушай. Спасибо огромное за такое предложение, все такое, но... Охот на ведьм это не мое. Я пришел сюда в надежде, что это будет обычная работа, но на каждом моменте становится все страннее и страннее. Может быть лучше, если вы найдете кого-нибудь другого на моем месте? Только не говори, что тут прям... У тебя слюнки потекли от... Одного лишь упоминания. Премий. Тысячу кредитов! А разве мы говорили не 10 тысяч в день? По-моему, я так прочитал. Если, может, я ошибся. Жаль-то слышать. Вы можете выйти в любое время. Если хотите, подключите систему, активируйте иконку вывода. Я согласен, как бы... Иначе игра закончится у меня, наверное. Я надеюсь, что вы передумаете. Я буду ждать здесь, если вам понадоблюсь. А я не хочу. А я не хочу уходить. Я хочу быть здесь. Я все слышал уже. Можешь рассказать об этой книге. Судьбой, мы знаем, извиняюсь, по моим записям. Это простая книга. Я верю, что верю в это. Но ладно, полагаю, это будет не так сложным. На данный момент вы не сделали ничего, чтобы выполнить задание СССР. Прошу вас на начать работу как можно быстрее. Продуктивный работник, счастливый работник. Ну ладно, до свидания, Синтра. Перед тем, как уйти, я должен рассказать вам одну важную вещь. Ваша работа здесь конфиденциальна. Вы не должны раскрывать кому-либо свой статус охотника на ведьм или свои обязанности. В глазах ваших коллег ваша работа заключается в консультациях по системам и базам данных. А чем тогда они занимаются? И нафига они вообще в этой компании не находятся? В принципе. Я думал, что вся наша компания это основа для того, чтобы... Хотя не знаю, почему я так подумал. Но... Если это Синтракорп, И Синтра это какой-то искусственный интеллект здешний, Который, видимо, всем заправляет. Место все-таки начальник, можно так назвать его. Все равно не знаю, зачем тогда остальные начальники и работники. Что? Это в ваших личных интересах. Я надеюсь, что вы не раскроете этот секрет. Скоро увидимся, сэр. Да, обязательно. Что дальше? Хьюго сейчас такое увидел, ты не поверишь. Ты просто умрешь, Хьюго. Не знаю, со смеху или с... С чего-нибудь еще. Эй, ты уже вошел в систему. Компьютер немного старова, поэтому, возможно, что на нем стоят усыревшие программы. Но для основных функций он должен сгодиться. Ты узнал, чем состоят, твои обязанности состоят? Да, похоже, что это обычная рутина. Если можно назвать убийство рутиной. Убийствовать? Тебе надо кого-то убить? А, нет, нет, убить. Время. Я вижу, что ты начал понимать. Ты уже думаешь, что только чтобы отлынивать от работы, не так ли? Да, я только ради этого сюда пришел. Чтобы получать деньги, зарплату просто так. За присутствие. Такая работа мне нравится. Да, ну вообще-то я не верю, что подхожу для работы. А? Почему? Здесь в большем городе все происходит быстрее и просто иначе. Я думаю, а вдруг мне лучше вернуться в пригород? Потребуется время, чтобы привыкнуть, чувак. Не волнуйся. И мы всегда можем тебя поддержать, что-то когда понадобится. Не знаю, насчет Хьюго тебя. Насчет тебя, Хьюго, не знаю. Ты сидишь в офисе начальника зачем-то, потом мне оттуда приходит звонок. Предположительно, оттуда приходит звонок. Оказывается, что ты там сидишь. Там вани... ванизма. Нафига ты вообще туда зашел? Не понимаю. Послушай, если ты напряжен, то отдохни в столовой на первом этаже. Перекуси, расслабься. Не преднуждайся, это твой первый день. Согласен. Не надо. Пойдем туда в столовую. Сделаем опечаток к своей заднице. Или чего он там хочет сделать себе. И можем отправиться в столовку. Я бы не отказался подкрепиться. Почему бы и нет? Еще бы сходил к... О, ты кто? Девочка. Дама. Мисс, мисс, остановитесь. Куда там? Там темно, там никого нет. Куда? Ты куда? Мужчина. Никто меня не замечает. Слишком я уже неприметный работник. Хотелось бы сходить к Кейту. И как этого звали? Чапман. Чапман его звали. Ну, поехали. А, может, на какой этаж? На пятом этаж? Упс. Я случайно это нажал. На пятом этаже вроде работает Кейт. Мне хочется проверить ее. Как она вообще здесь? Что вообще здесь у нее? Илья на пятом этаже. Так, а на какой этаж Кейт на четвертый уехал, по-моему? Или нет? На какой этаж уехала Кейт? Вопрос. Вопрос хороший. Не открывается. Дороговый томат. 150 денег стоит. Обалдеть. 30 кредитов. Сколько у меня бабок? Бабок, бабок, бабок. Тридцатка у меня бабок. Бабульк. Долларов США, рублей. Российской Федерации. Опа. Кейт и тут? Оу. 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 Мама. Оу. Оу. Нормально все у вас? Что это? Это конский навоз. Замечательно. Что это? Это конский навоз. Отлично. Я мало что понимаю в этих таблицах, но я бы сказал, что у компании были взятые падения. Гений. Непризнанный гений. Брайан Пастернак. Встречайте. Встречайте его. С распростертыми объятиями. Я не вернусь туда точно. Туда мы не вернемся. Надеюсь, Кейт... По-моему, я не помню на коммуне. Но она выше, явно выше была, чем... Чем Чапман, но... Не сильно выше. Может, на четвертом этаже? Я хочу просто проверить ее. Оу. А, вот она, в четвертом этаже. Девушка, которая встретила Лобик, ей должна работать на этом этаже. Но тут так темно, я... Не смогу найти ее без света. Ладно. Видимо, пока что рановато. Пока что... А... Чапман не здесь? Чапман на втором этаже, по-моему. Я не буду ходить в темноте без света. Я не хотел бы здесь ходить даже со светом. Вау. Да, я соглашусь. Не знаю. Надеюсь... Надеюсь, Чапмана съели. Закурили его. Ид. Я... Нет, я, конечно, я только за, чтобы поид. Поид это хорошо. Ид это замечательно. Кто не любит эт, в конце концов? Только crazy, crazy человек не любит эт. Ой-ой-ой, здравствуйте, мадам. Мадам, мадемуазель. Привет, меня зовут Пастернак. Мисс Мэллоу. Оу, 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 оу. Здравствуйте, мадам. Пастернак, ты часто плачешь в душе? В душе. В душе. Что? Ни разу не... А я постоянно так делаю. ой что ж извини меня зовут мэллоун приятно познакомиться ты живешь один да да они даже устроить понятно точнее жил меня теперь здесь жилье в столице великолепен кофе нет может быть лан тогда увидимся позже вау ну конечно молодец примерно моего уровня общение у него с противоположными полом но ничего страшного это алтарь требуется 5 кредита пожертвованием то но он сломан и думаю что вы можно легко починить алтарь интересно копаемся мусорках находим бабки машинка 200 200 кредитов кофе ничего себе на на конечно разбежались такие деньги еще куда давать в соответствии с корпоративным журналом вы синтракорп вы не служащий вы лидер то начальники значит не нужны вообще у меня нет нужных ингредиентов чтобы использовать изготовили сэндвичей что тебе нужно send и вич это пустая коробка из-под хлопья взять и конечно надеюсь не против мужчинам похоже что он что то есть на тарелка пуста эти хлопья дают суперспособность держи в курсе вижу еще одну помойку на надение пошастать но вообще не искали конечно идти в столовую но понятно что скорее всего надо будет именно на упаковка лапши имя стерто ухты ухты а чё тебе ты хочешь ты глаза у нее положил или чё ты хочешь мой офис комнате б может там спрятаться комнате б комнате б вы говорите понятно как значит ехать я хотел спрятаться мне страшно вам пойдем библиотеку и так синтра и и робота штука сказал что книга мол твете находится в библиотеке поиск не не опасен так никто раньше не приходилось бояться по ходу библиотеку она и видно она и видно дружок заперта на экране написано тот кто хочет взять книгу из библиотеки должен предоставить экземпляр формы r301 7 и соответствующими данными заполненными полями и проставлены печатью синтра корп все документации вы можете найти в архивах форма 301 я должен заполнить всю информацию о книге посмотрим название год издания автора издателя ну я хотя бы звали на знание знаю звали на знание нормально хексен хаммер так нет на тем сам информация в архивах а где они находятся а тут они находятся все очень удобно все в одном помещении находится на этом этаже что у нас ящиках пустота батончик это я люблю это архивы страшно это к серых серых на нем нет днем не чернил не 1 заменить картридж чернил и при тем я смогу им по воспользоваться то есть такие то еще есть разные места сохранений других от офисов ну что принципе логично есть письмо мне написано по теме могу сказать что вам лишь малость из того что я обнаружил они называют от ведьмины бумаги на их можно определить по водяному знаку со змеей некоторые говорят что они прокляты но у них все равно есть высоты примут преимущество одно из самых распространенных это способность ксерокопировать душу если все копировать душу то она будет сохранена если вы против поставок и склонить душу вернуть из тот момент когда сделали копию а то есть когда я взяла такие но я пока то я знаю как это работает так что он не надо объяснять авторы комната с передвижными стеллажами года публикации комната с ауди кассетами кладовая карандаш водичку я люблю пейте больше водички ребят вода вам не повредит на полу черно-петина похоже тут передвигал . о картридж давайте сохраним сразу сразу сейв потому что не просто как это сюда поставили верно что потом не бегать то есть на предмет собирать мы просто сохранимся ничего страшного не будет я думаю что не то чтобы я умру конечно просто я профессионал своего дела но тем не менее 4 а треугольник похож на треугольник рисованный кровью хочу сразу кровь почему не этот не кетчуп почему сразу кровь здесь так много папок что даже не значима начать а хочу здесь а через происходит а вот иначе ух ты интересная головоломка нужны как-то переставить местами и интересная головоломка кстати кто же это еще труп ой 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 еще труп ой куда глаз что это если не съешь ай фу вонючка а у вонючка обалдеть нормально ну хорошо теперь я знаю и туда пока не пойду треугольник квадрат тихо подожди эта коробка с предохранителями ни одного одного не хватает по моему там ли естественно но я не могу дотянуться до нее отсюда ничего интересного пустота у тихо мама моя дорогая мама моя дорогая и как мне это считать посередине был квадрат то есть комбинация вот он треугольный квадрат круг или треугольный квадрат x или треугольный квадрат квадрат что-то из-за одной из этого и здоровой комнаты конечно ничего интересного ничего интересного что-то очень интересно мужик зачем и карандаши эти а так мне сводочек этой информации сядет это не знаю зачем ну треугольный квадрат и как бы когда три комбинации по моему помогут рекомбинации всего лишь попробую что не сделать не знаю что конечно не знаю что не знаю зачем но пускай еще труп один надо нам все верно это копия журнала компании при 1973 года в заглавной статье написано есть фотография синтер и не написано синтер корп возвращается с новыми новым планом развития робототехники и компьютеров я хочу пройти туда но блин что-то не могу пройти хочу но не могу квадрат треугольник течень треугольник квадрат квадрат треугольник наверное надеюсь что так можно осмотреть нужно поставить я понял нужно сделать типа проход такой из шкафчиков ну сделал проход и шкафчиков куда они ведут тишкать этот клад пойдет она какой-то папку он сверху там что там лежит на верхушке посмотрим период сломанная с моя смогут пуститься и но не я ничего туда не ронял серьезно может он не могу двигать дальше поэтому отстой а я отпадку куда я пришел я не хочу здесь ходить слишком темно не хочу здесь ходить но а я не могу выйти отсюда для другая другая видимо дверь хорошо 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 это буки нарисованный кровен потому что так и должно быть потому что так и должно быть ладно в принципе знаете что я думаю что оставлю так голом головоломку на следующую серию что потому что надо надо больше сил надо больше всего есть тем более снимаю поздновато поэтому извините конечно но мы прервемся прервемся сегодня продолжим с новыми силами в следующий раз и большое спасибо вам за просмотр подписывайтесь на канал оставьте же комментарии ставьте лайк всем понравилось видео вступайте в нашу группу вконтакте наш сервер дискорде не забудьте посмотреть очень очень хороший сервер хорошие ребята там сидят и до скорых встреч и пока